Конечно, за то, что происходит с детьми, в первую очередь отвечают родители. Но бывший завой школы Елена Погоржальская, уверены, сыщики, не должна была оставаться в стороне, когда одна из ее воспитанниц начала таять на глазах. Мать морила девочку голодом, но никто из учителей даже не обратил внимания на пугающую худобу ребенка. Насколько дико бы это ни звучало, Вика Демьянова умерла от истощения. Ей было 14 лет. Следователи уверены, если бы замдиректора отнеслась к этой ситуации не так формально и вовремя сообщила в органы опеки, трагедию можно было предотвратить. Я считаю, что я не виновна. Я действовала в рамках локальных актов, положения и должностных инструкций. Мы попытаемся сейчас это доказать. Скорую девочки вызвали только спустя сутки после приступа. Все, что оставалось медикам, констатировать смерть. Конечно, на допросе мать школьницы пыталась оправдаться. Якобы Вика сама посадила себя на изнурительную диету. Но в результате проверки выяснилось, им просто нечего было есть. Отцу дали срок за наркотики, а мать много лет нигде не работала. Как рассказывали соседи, она срывалась на ребенка по любому поводу и требовала, чтобы Вика училась на одни пятерки. Эксперты полагают, синдром отличницы, помноженный на стресс, мог нанести смертельный удар по ослабленному организму. В период с марта 2018 года, точно на дату и время следствия не установлены, Тесленко стала жестоко обращаться с Демьяновой, заведомо для нее находящихся в беспомощном состоянии, в силе несовершеннолетнего возраста и физического развития. Так Тесленко перестала осуществлять воспитание и содержание ребенка, заботиться о состоянии ее здоровья. Причем, как выяснили, многие знали, в каких условиях живет ребенок. Соседи рассказали, мать специально не кормила дочь. Они часто слышали, как девочка плакала и просила хотя бы кусок хлеба. Сама Вика делилась только с подружками. Дома пустой холодильник. Одноклассницы вспоминают, в последнее время на нее было страшно смотреть. Чтобы скрыть, худобу школьница носила свободную одежду и при этом продолжала ходить на учебу. Ее мама с ней переходила на родительское собрание. Она сказала, что один-два раза в неделю поезд и хватит. И все. Ну, они спрашивали, почему она такая чупленькая. Видимо, такой ответ матери устроил педагогов. Никого из учителей не смутило и то, что однажды Вика упала в голодный обморок прямо на уроке. Ребенка просто освободили от занятий и отправили домой. Было выявлено, что приказом директора ответственным лицом за организацию различных направлений профилактической работы и профилактику детского семейного неблагополучия была назначена заместитель директора. Отсутствовал контроль со стороны совета профилактики учреждения. Заместитель директора поставил на работе за реализацию медальной профилактической работы с семьями и детьми и эффективностью проводимых мероприятий с данными семьями. Разумеется, Елену Погоржальскую отстранили от должности. Дело завели по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». При этом большинство педагогов всячески поддерживают бывшую коллегу. Они уверены, ее просто сделали крайней. Тут должен отвечать не один человек, а должен отвечать еще кое-кто. То есть она будет как козел отпущения в этом отношении. Показания сотрудников школы и положительная характеристика наверняка поможет Елене Погоржальской в суде. Впрочем, в любом случае педагогу грозит до пяти лет лишения свободы. Что касается матери погибшей школьницы, она сейчас находится в одной из столичных клиник на обследовании. Если ее признают невменяемой, женщина сможет избежать сурового наказания.